Конечно, художник, подаривший миллион алых роз своей возлюбленной, был мечтателем. Но, чтобы стать счастливым, нужно мечтать. И, кажется, мечта нашей героини сбылась. Теперь у нее есть свой миллион алых роз. Миллион распустившихся бутонов, тысячи кустов и сотни сортов. Оказаться среди всего этого великолепия было очень приятно. А еще за пару часов до съемок прошел дождь, сделавший и без того волшебные ароматы роз еще более насыщенными. А наша героиня находится в этом цветочном мире каждый день, от зари и до заката. Она заботится о розах, собирает в коллекцию необычные сорта, рассказывает об истории их выведения. Это ее работа и ее мечта, которую она смогла воплотить в жизнь, чтобы теперь поделиться этим розовым счастьем со всеми. И в этом есть своя особая философия – гармоничное существование в мире, где та красота, которую ты создаешь своими руками, помогает людям. Любовь и труд, они как-то все вместе. Невозможно любить и не трудиться, или трудиться и не любить. Я имею в виду именно вот как бы про цветы, скажем так, про свои розы сейчас. То есть я помню себя лет в 11 я, наверное, могла определять сорт розы без цветка. Я подходила к маме и говорила, вот это действительно, например, там Глория Дейна? Я говорила, да. А как ты, говорит, ну почему ты поняла, что это именно она? Я говорю, ну вот здесь у нее лист другой, там иголка какая-то вот другая. Ну и как-то вот все шло на раз... Это, как сказать, это какими-то пластами уже во мне сидело внутри. А все вот это я решила сделать, когда мне не хватило места для коллекции дома. То есть огород, который предназначился для огорода, он был засажен розами. Причем они были нас посажены так плотно друг к другу, что было уже просто невозможно разобрать. А коллекционеры, они тоже люди немножко сумасшедшие, они даже, по-моему, маньяки. Они начинают собирать все, что есть вокруг. И то есть сейчас открылся рынок, можно закупать любые сорта за границей. И все, это масло хлынуло на меня. Сейчас 600 сортов, места не хватает. Мне вообще все время казалось, что все, что мы не делаем, как люди в глобальном плане, что все, что мы не делаем, мы делаем это для того, чтобы добиться какой-то определенной степени красоты. Собственно, цветы это о том же. Я, если честно, считаю, что давайте мы лучше будем воевать по поводу сортов, названий, выяснять, у кого там правильно, у кого неправильно, чем мы будем выяснять какие-то более такие глобальные и, скажем, не совсем приятные вещи. И когда они мне присылают фотографии нам цветка, я прошу им, пришлите мне, пожалуйста, фотографию куста, иголок, веточек, лепестков. То есть как бы, ну, чисто внешне я могу определить, к какой группе относятся. Если я не знаю сорт, я так и пишу, что я не знаю. И мы уже начинаем вдвоем искать источники. То есть примерно определяем год, где эта роза росла. То есть если это росла у бабушки, значит, нужно искать сорта, выведенные, там, 1900, предположим, 40-х, 50-х годов. Если это роза свежепосаженная, значит, нужно смотреть на сорта, которые притащили, скажем так, из теплиц в наш грунт. Ну, кроссворд, кроссворд, интересно. Кроссворд на шесть сотен загадок для Полины почти разгадан. И когда обнаруживаются новые розы, это лишь еще одна возможность проверить свои знания. Но эти знания не пришли из ниоткуда. Была история длиною в несколько десятилетий. Было детство, окруженное розами. Были люди, которые многому научили. Мама с папой изначально жили в Ташкенте, и потом приехали мы сюда. Ну, мы приехали еще в 70-е годы, скажем так. Я уже была, ну, еще была достаточно маленькая. В школу я пошла здесь, в Бахчисарае, как бы, и живу все время здесь. Родители занимались розами на приусадебном участке. То есть как бы я выросла именно вокруг цветов. Скажу честно, с самого начала я никогда не планировала заниматься цветами, потому что я понимала, что это адский труд, это все очень тяжело. Но как-то вот, наверное, где-то на генетическом уровне все внутри меня осталось. В 90-е годы приходилось как-то выживать. Держали и курей, держали и какой-то домашний скот. Но цветами они не приставали заниматься. Даже вот до души мама как бы сажала для себя. Она понимала, что это как бы сейчас не нужно никому в тот момент. Но все равно как бы розочки размножались. А в детстве все равно нам показывали, как черенковать нам показывать. Объясняли, как нужно сажать. Бесконечное вырывание травы в огороде. Об этого никто как бы не был избавлен. Во времена Советского Союза розы из-за границы вообще были особенные. То есть их доставали там буквально, скажем так, полукриминальными путями. Привозили кусочками, их здесь их размножали очень-очень тяжело. И коллекция осталась, она именно коллекция старых роз. Года выведены 1900-1800 года. То есть сейчас такие розы найти очень, именно эти сорта найти очень сложно. Они отличаются от тех сортов, которые выращивают сейчас. Они более ароматные, в них больше, скажем так, человечности, что ли. Они предназначены именно для сада, для красоты. Были знакомые, которые жили, например, в Прибалтике. Прибалтика была более близкая, скажем так, русская, советская заграница. И к ним привозили букеты из роз, вот именно из тех импортных, скажем так, мы их называли импортные розы. Вот, и каждый цветочек продавался там на почечку. Каждая почечка либо укоренялась, либо окулировалась. Ну, то есть это был такой долгий процесс. Если сейчас можно купить любой сорт, были бы, скажем так, деньги. То тогда какой-то сорт, даже картинок не было, каталог не было. Просто поддавался по описанию, что где-то вот появилась роза, знаменитый такой сорт Норита. Тогда это был просто хит, хит хитов. Черная, большая, красивая роза, которая пахла. Скажем так, она многим людям сделала состояние. Потому что ее выращивали именно на букеты и в сады. Я по образованию инженер лесной и лесопарковой промышленности. Когда мои подружки бегали в магазины с одеждой, я ездила на ВДНХ. Там были участки сортоиспытательные, на которых выращивали разные растения. Мне это очень нравилось. Это было что-то восхитительное, когда приходишь, и там фанатики, которые уже в тот момент, наверное, не получали никакой зарплаты или получали ее мизерную. Они стояли над этими растениями, они там разговаривали с ними. Тогда уже была мысль о том, что будет свой город сад? Вот хотелось, но это, наверное, была какая-то мысль сумасшествия. То есть я в это не верила. Говоря о розах, сложно представить, насколько это тяжелый труд. Чего только стоят одни колючки. От шипов не спасают никакие перчатки. И скажем прямо, труд это чисто сельский. Тут и работа в земле, и полив, и прополка. В городе такого не увидишь. Но именно в таких деревенских условиях рождаются новые сорта. Это сродни написанию книги или созданию хорошего вина. Я очень не люблю, когда говорят про деревню в таком уничижительном смысле. Почему-то у многих, скажем так, еще в подсознании, ощущение того, что если человек живет в деревне, он должен быть грязный, необученный, скажем так, глупый. Деревенские люди, они имеют какую-то свою, ну как сказать, мудрость жизненную, хитрость жизненную, в хорошем смысле слова. То есть мы наблюдаем за растениями, мы заблюдаем за животными. То есть человек, который никогда не был в деревне, и никогда, например, своим родственникам, бабушке, дедушке, дядям, тетям не помогал, или даже не видел, как это все происходит, он не пойдет сюда. И, ну опять же, результаты своего труда. В деревне еще же люди очень трудолюбивые. От зари до зари. Ну это по-другому нельзя, по-другому не получится. Если деревня, как бы вообще сельское хозяйство, здесь день кормит год. И если в какой-то процесс пропустить, либо сделать неправильно, целый год жизни, а то и два пойдет на смарку. Розами я занимаюсь очень давно, уже, наверное, лет 35, где-то вот так. А участку всего лишь 5-6 год. Сначала это был мусорник. То есть мы вывезли отсюда бесконечное количество камней, всякого мусора. То есть выровняли его. Я умоляла людей, которые занимались пахотой, чтобы они приехали мне и запахали мне участок, как я хотела, в одну сторону. Мне крытили у виска, говорили, что так делать не надо. Я говорила, что я хочу именно вот так, а не вот не как вы их предлагаете. То есть мы спорили, находили какой-то компромисс. Но сейчас мы переходим, скажем так, на малую технику, на ручные культиваторы, чтобы это было удобно, чтобы не надо было никого как бы беспокоить, чтобы все делать своими силами. На сегодняшний день у меня работают 5 человек. Друд, скажем, непростой, труд тяжелый, потому что все, что связано с землей, тяжело. Ну, сюда не приходят люди случайные. Поток желающих на работу огромен, но больше... Тот человек, который не любит землю, не любит растения, он больше двух дней не выдерживает. Эти влюбленные люди все? Да. Девочки у меня работают. Вот с момента, как мы, скажем так, перешли в Россию и оформились, они работают уже больше пяти лет. Вообще-то я уроженка деревни. Всю жизнь проработала на огороде. А с цветами вот шестой сезон. Рядышком с ними всегда нравятся запахи, веселье, цветы – это радость. Дарят счастье? Дарят счастье еще какое. Всегда аромат рядом, красота рядом. Значит, и настроение хорошее. Розы практически все одинаково для нас, как дети, потому что мы за ними практически круглый год, круглый сезон. Ухаживаем, обрабатываем их. Хорошо, когда твоя работа связана с красотой и приносит только радость. Но работа есть работа, и ее нужно делать. Иначе не получишь из молока сыр, из винограда вкусного вина, а из простого колючего шиповника – настоящую королеву цветов. Это привитые окулянты. Скажем так, по-простому, это шиповник, в котором вживили почку розы. Это адский труд на 40-градусной жаре, потому что по технологии это делается, скажем, летом в течение 25-30 дней, и температура должна быть высокая. То есть если влажность высокая, не делается. Если дождик идет, не делается. Это делается именно в сухую, жаркую погоду. Как это делается, я вам сейчас попытаюсь показать. Вот это вот шиповник. Это так называемая шейка, а вот эта пленочка, она держит почечку, которая там вживлена. То есть это операция, люди, которые занимаются окулировкой или прививкой, можно название много дать. Это ножик всегда чистый, это чистые руки, это чистая пленка. Это сумасшедшая работа. На следующий год это все срежется верхушка до почки, все размотается пленкой, все это окучится, проделается очередная работа по обеззараживанию, чтобы не было болезней, не было вредителей. Это будет поливаться, это будет ухаживаться, цапаться, бесконечная трава, которую мы так жутко любим. Ну и, собственно говоря, приезжайте к нас в сентябре месяце, у нас здесь будет рай. Крым, насколько я помню, он всегда считался зоной экстремального земледелия. То есть ждать от крымских, скажем так, производителей чего-то мега-мега трудно, потому что наша погода в мае может нам ударить мороз, или лето будет жутко засушливое. Но в чем плюс, скажем так, наших глинистых почв? Здесь, в Крыму, можно выращивать и выращивается очень качественный посадочный материал. То есть наши саженцы выращенные здесь, в Крыму, там персик, черешня, абрикос, то все семечковые косточки. Наши саженцы роз, какие-то еще растения, они очень хорошо показывают себя. Они закаленные. Да, они закаленные, вот именно наши переменные погоды. Мне очень странно, когда говорят, ой, у вас Крым, у вас будет расти все, что угодно. Палку воткнешь и как бы будет расти. Ну, возможно, да, если у кого рука легкая или как он любит это дело. Никто же не знает, как у нас мало воды, в первую очередь. Ну, опять же, как бы мало воды, но нужно ее расходовать с умом. У нас капельное рошение, у нас всю систему, мы, скажем так, самостоятельно. Сначала мне сделали ее специалисты, мне не понравилось. Через год я поняла, где ошибки, где я хочу что-то переделать. И мы ее переделали самостоятельно. Мы вкопали трубы основные на ту глубину, которая нужна нам. Мы с лентой долго мучились, прежде чем выбрать ту, которая нужна нам. То есть, как бы мы подобрали все под себя, чтобы я вообще за то, чтобы работа была удобной. Так как у нас почва здесь глинистая, и во время дождя это все плывет, ходить не очень неудобно, все липнет. А так как другого места нет, то есть, любой уголок нужно подстраивать так, чтобы здесь розам было удобно и хорошо, чтобы людям здесь было хорошо работать. Но вот как бы есть такое понятие, как мульчат. В нашем регионе из мульчи можно это использоваться в основном только либо опилка, либо выжимки от переработки лаванды. Но опять же, это все в дефиците, это нужно договариваться. Уж лаванды-то точно не напасешься. И, собственно говоря, а еще такой нюанс, что опилка из хвойных пород, она не подходит для такой постилки, потому что хвоя выделяет кислоту, которая влияет на саженцы роз. Но вот приходится договариваться с людьми, которые занимаются переработкой, ехать в лесхоз, договариваться там, покупать это все, либо там меняться на те же самые розы. И вот эта вот опилка, это именно дубовая опилка, очень хорошо себя показала. То есть я естествоиспытатель. У меня здесь на участке есть, я их называю, военные розы, там штук 20 разных сортов. И всю химию, или какие-то препараты, или что-то там, я какие-то удобрения замешиваю, типа сама составляя из разных групп, я испытываю на них. То есть через год я смотрю, то есть, слава богу, еще ни одна не погибла. Они, конечно, на своем розовом языке меня иногда ругают, потому что я им даю что-то такое, чего не нужно было давать. Но у меня есть тетрадка, какие-то мои талмоты, и я там пишу, что вот это стоит делать, а это нет. То есть мы здесь сократили использование химии. То есть мы не ждем, когда здесь что-то заваляет. Мы делаем все до того, и поэтому мы не дышим, мы не пичкаем химией наши растения. То есть мы ходим в экологию, причем в экологию такую продуманную. Ну вы так прям безозрения совести их срываете, вырастут новые. Ну розе иногда нужно давать небольшой стресс, тогда она лучше цветет. Это многолетняя практика, я в принципе знаю, что можно, что делать нельзя. То есть вот эти соцветия, которые у нас уже отцвели, их не только можно, но и нужно либо обрывать, либо обрезать. То есть и цветок, если мне нужно рассмотреть, ну вот примерно так, я отламываю головку, я слышу опять же вот этот вот хрустящий звук. Это говорит о том, что роза живая, что с ней все хорошо, что воды и соков в ней внутри хватает. И с новыми сортами мне нужно их хорошо рассмотреть. Я должна их рассмотреть, я должна с закрытыми глазами знать ее аромат, потому что есть сорта, которые очень похожи между собой, но при этом они разные. То есть нам показывают два одинаковых по виду вроде бы цветка, а сорта разные. Один может быть очень большой, а второй быть очень маленький, чтобы как бы меньше было путаницы. Вы как сомелье, только среди роз. Наверное, да. И то, что для Полины легкий кроссворд, для нас неизведанная Атлантида. Но мы попытаемся нырнуть в эти глубины и разобраться, какой была история появления роз в мире, из каких необычных сортов состоит современная коллекция. А еще интересно представлять, как саженцы роз путешествуют по планете. Полина рассказывает, что самый дальний уголок России, где теперь живут ее розы, это Владивосток. Но и этим карта не ограничивается. В прошлом, в этом году у нас розы уезжали в Германию, в Чвейцарию и даже в Америку. Люди привозили их как-то в ручной клади в самолете, я не знаю, как у них это получалось. Но мне потом присылали смс-ки и присылали электронные письма, что да, все дошло. И фотографии из Германии, что розы растут, цветут, им нравится. Я вообще люблю все розы, мне все они очень нравятся, но вот эти сорта с необычной краской, вот это считается такая серо-кофейная, есть сорта так называемые голубые. Они мне нравятся тем, что они необычные, не как все. То есть вот даже если посмотреть, это вот первый, скажем так, она вот только цветочек расцветает, у него такой кофейный отлив, она даже пахнет немножко кофе. Так, сейчас мы будем дегустировать. Такой легкий запах латте. Немножко есть, да. И вот это, скажем, уже пахнет безумно вкусно. Ну вот голубые розы, голубые розы как называемые, в природе нет настоящего голубого цвета, это, скажем, оттенки розового, понюхайте. Сейчас дождь прошел и все эти капли. Она пахнет очень сильно. У нее очень сильный аромат. Цитруса, мелисса, лимон, зеленый чай с лимоном и с мелиссой. Просто еще после дождя влажность, когда этот аромат усиливается, и мы просто в этом мариве розовом, прекрасном. В коллекции очень много сортов с разных стран. Самые лучшие селекционеры, как бы они, это мировое признание, это немецкие селекционеры, селекционеры Франции. Сейчас очень много, очень модно розы английской селекции Остина. Я читала вот эту историю, уходила так, скажем так, с книжками дальше, дальше, дальше. Розами в Англии начали заниматься люди, которые добывали уголь, как по-простому сказать. Ну, шахтеры. То есть человек всю жизнь находился в темноте, в грязи, дышал вот этими испарениями и выходя, скажем так, на свет божий, он шел и занимался розами. Именно английская селекция, она дала очень миру очень много прародителей роз. В разных источниках по-разному. В одном из источников, что Колумб, когда находила и плыл к Америке, ближе к берегам, он наш выловил из моря ветку растения. То есть это был, скажем так, прародитель розы, шиповник. Где-то в каких-то источниках идет, что в Китае первые розы были, скажем так, выведены, изобретены. Увидели их, скажем так, в сортовой растительной группе. Приятно думать о тех розах, которые любите вы сами. Может, это крохотные белые или розовые бутоны во множестве рассыпанные по ветке. Может, огромные пиановидные красотки. Или просто чайная роза, из лепестков которой ваша бабушка делала вкусное варенье. Плетистые розы, их просто обожаю. Просто народе их называют вьющиеся, но у розы нет этого элемента, как у огурца, который мог бы зацепиться именно за что-то такое. Розы есть плети. Плети длинные, есть сорта, которые могут 7 метров в высоту достигать. Вертикальное озеленение сейчас очень модное. Это тема, скажем так, бесконечная. У нас, когда весной начинает, в конце весны или начале лета, цвести заборы, у нас здесь, скажем так, паломничество. Люди приезжают посмотреть, потому что сортов очень много. Ну вот сейчас, скажем так, одна из фавориток, вот целая ветка, эта роза называется сорт Флорентина. Это у нас немцы, селекция корда с 2011 года. Это что-то, 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 когда это маточный куст. Какая наполненная. Она наполненная, она очень сильно пахнет, и ее много, ветка тяжелюче, ей обязательно нужна опора. Это маточный куст, мы с него брали почку для размножения. То есть сейчас он изрезан, сейчас он просто в несчастном состоянии. А вообще, когда вот такой саженец растет на постоянном месте больше трех лет, это такой огромный монстр, покрытый цветами. Это красота, красота. Даже фотографироваться к вам приезжают. Да. Я, правда, иногда ругаюсь, потому что они длинными платьями ломают кусты. Но как бы мы находим компромисс в этом плане. У нас есть жертва селфи, там на заборе большой-большой красивый куст. Он сейчас не отцвел, мы с нему ветки срезали. Вот я его называю жертва селфи. Под ним не фотографировался только ленивый. Мне кажется, очень сложно удержаться от того, чтобы не погрузиться в эту красоту. Это у нас сорт называется травиата. Очень необычный, очень модный. Сейчас очень любят сорта вот с такими бутонами, похожие на пионы. Очень хорошо себя зарекомендовала именно в нашем жарком крымском регионе, потому что при нашем солнце не все розы могут выдерживать. То есть есть розы очень красивые, но они себя при нашем солнце чувствуют отвратительно. Этот сорт, он стойкий оловянный солдат, он прекрасно себя показал. Ну и растет, скажем так, возле забора. Мы ее отделили не самое хорошее место, это нас не обиделось, она все равно цветет. Все сорта, они названы в основном в честь кого-то. И, скажем так, не все согласны, чтобы его именем назвалась роза. Потому что вот мои родители, они в свое время, в 1982 году, они вывели новый сорт розы. И они назвали его в честь народно-артистки УССР, Молдавской УССР, Софии Ротара. И прежде чем дать это имя, папа ездил, не ездил. Получилось так, что был концерт здесь у нас в Бахчисарайском районе. Он поговорил сначала с директором, то есть ему разрешили познакомиться. София Михайловна дала разрешение, у нас дома до сих пор сохранится такая ее бумага. С ней расписано, что она не против, чтобы именем назвали данный сорт розы. Но самое популярное, что делают из розы, это знаменитое розовое варенье. Скажем так, во времена СССР в Бахчисарайском районе были очень большие площади, где вы вращивали розу. Именно розу эфиромасличной, с которой делалось варенье. Она цветет один раз в год всего лишь, в течение 25-40 дней, в зависимости от величины куста. У нее совершенно другая технология обработки, то есть ее до сбора лепестков никто не обрезает, никто не прыскает. То есть не подвергается никаким химическим воздействиям. С нее собирают лепестки в определенный технологический период и перерабатывают на варенье. Оно полезное, потому что в эфирных маслах розы есть такие компоненты, которые помогают лечить детские стоматиты. То есть смягчает горло при кашле, опять же, неприятный запах изо рта тоже можно вылечить такой розой. Считается, что цветы – это больше женская привилегия. И за сотни лет развития розоводства, кажется, именно дамы наградили каждое из разнообразия цветов роз своим значением. Белые – чистота и нежность, красные – любовь и страсть. Но так ли это важно, когда истинное значение имеет только их чарующая красота? Из самых необычных цветов, которые мне дарили, это была нимфея, водная лилия. Вообще цветы мне дарят редко, но и опять же, почему? Потому что я начинаю говорить, что я все время с цветами, я не хочу цветы. Но когда мне не дарят цветы, я начинаю обижаться. Почему мне не подарили цветы? Ну, это чисто женское, это так, не обращайте внимания. А мужчины любят больше цветы, чем женщины? Почему? Не знаю, я тоже наблюдала. Обычно женщина покупает саженец розы, и только, наверное, скажем, три из них сохраняют название, и как-то относятся более так чепетильно к этому делу, записывают. Но если мужчина приехал покупать розы, все, держись. Девчонки меня пускают как тяжелую артиллерию, потому что сорта знаю я. У меня были люди, которые приезжали с тетрадками, у них был генплан своего маленького участка, и было точно написано, где что растет, и обмануть его было нельзя. То есть он точно знал, что вот этот сорт такой, а вот этот другой. Я очень люблю наблюдать за людьми, которые приходят в питомник. И когда они меня не видят, я вижу реакцию людей на цветы. То есть я точно знаю, что мужчинам нравится темно-красный цвет. Вот у нас там возле забора сейчас начинает повторно свести роза темно-красная. Все мужчины на ней ступорятся. Мне даже было несколько раз, когда мои знакомые привозили своих друзей, мужей, мы с ней разговариваем, а он идет вниз между розами. Я говорю, ну вот смотри, сейчас он встанет возле того темно-красного куста. Она откуда, ты знаешь? И он становится. Я говорю, сейчас он будет ее рассматривать, а потом нюхать, а потом он в него залезет в этот куст. И происходит то же самое. Она говорит, ты его умыслишь и даже говорю, нет, все мужчины делают точно так. Кажется, что именно среди этой красоты человек может построить свое счастье быстрее других, как будто бы проще и легче. Но истинное счастье все равно не в материальном. Пусть даже это самые красивые розы в мире. Счастье делает то, что любишь. Ведь эти – самые красивые розы в мире. Только так и получатся. Секрет счастья – это, наверное, когда твоя работа приносит тебе удовольствие, когда ты идешь на нее. Ты хочешь идти на эту работу, когда тебе приходится оставаться дольше обычного, и ты не чувствуешь какой-то злости и раздражения, потому что тебя там заставили, потому что так надо, так получилось. Не знаю, для меня счастье – это в работе, достижение каких-то целей, ставишь на себя перед собой какие-то желания, свои цели. Я не знаю, как это объединить. Вот я хотела, например, вот эти арки. Я долго их хотела. Я иду к этой цели. Я хотела, чтобы у меня в питомнике было в порядок, чтобы вот именно так, как было удобно, чтобы рабочие, которые вместе со мной, чтобы они не чувствовали физическую усталость адскую. Да, у нас тяжелый, действительно тяжелый труд, но при этом мы видим результаты своего труда. Редактор субтитров А.Семкин